всем привет и добро пожаловать на канал бибитаки dogs и сегодня мы с вами распакуем куколку мою ровесницу барби фанту дресс 1989 года это очень простенькая барби но я ее купила так как конечно же она моя ровесница это была первая причина а во вторых я помню эту куклу по очень многим промо акциям от мотел которые шли в девяностые которые мы видели с вами в детстве но может быть не все но эта кукла была например в альбоме с наклейками она сидела в кровати с подсветкой или такие куклы были в бумажных куклах в альбомах с бумажными куклами и вот она там тоже была поэтому у меня она ассоциируется с детства и мне очень очень хотелось эту куклу кукла находится в очень маленькой узенькой розовой коробочке и сзади можно увидеть фотографии этой куклы в разных нарядах для кукол фанту дресс выпускались фэшн пэки и их можно было переодевать давайте откроем сверху снизу наверное сверху очень просто просто открываю верхнюю крышку и вытягиваю задник о прилип задник коробочки у нас больше ничего нет пустота сзади кукла прикреплена с помощью проволоки и спереди она находится на яркой розовой подложке очень очень красивая кукла пасмолдом суперстар и она с очень нежным макияжем ну конечно она же в пижамке нельзя в кровать с ярким макияжем вообще в кровать с макияжем в принципе нельзя но это же барби снимаю проволоку и вытаскиваю куклу здесь еще закреплены волосы скотч уже конечно весь отклеился и достать ее довольно просто дама наша немножко растрепалась пока лежала в коробке и давайте проверим гнутся ли у нее да отлично у нее гнутся ножки все работает ручки полусогнуты на ушках есть следы для сережек но сами ушки не проколоты то есть при желании в принципе можно проколоть и наверное я буду это делать с волосами тут какая-то беда потому что вылезла вот такая прядь но надеюсь на общей картине это не сильно отразится куколку нас завитыми волосами очень нежным макияжем голубая подводка синие реснички и фиолетовые тени нежно-нежно розовая помада и нежно-розовые щечки и она в розовой пижамке это маечка и отдельно трусики очень красиво выглядит пижамка очень нежная и так аккуратно пришита все все оборочки вообще выглядит очень здорово мне прям очень нравится снимается пижамка просто нет никаких липучек закрепок закрепок то есть вы просто можете стянуть вещи и они легко снимутся вот такая диктюля и сейчас мы на нее и не только на нее будем примерять один из фэшн пэков которые я распаковала в прошлой посылке из америки и распакуем и большой фэшн пэк из двух аутфитов фэшн пэк находится в стандартной коробочке полосатый белочерный и давайте его откроем я все еще не понимаю как правильно открывать поэтому просто разрываем снимаю верхнюю крышку и вот такой фэшн пэк давайте открепим первый аутфит и я хочу первым делом примерить вот эту прозрачную курточку собственно ради нее я и покупала вообще этот фэшн пэк и вместе с это шортики шортики как будто бы джинсовые такая варенка шортики темные на них прошиты декоративные швы в виде пояса ширинки и кармашков шортики коротенькие и сзади они на липучке курточка без каких-либо застежек она из такой клеенчатой плотной ткани это прям может быть ложки для тетрадей то есть это не ткань это прям клеенка сшита тоже все очень качественно красиво ничего нигде не торчит и она без каких-либо застежек давайте первым делом примерим на нашу новенькую барби фантом драйс барби с телом барби 90-х посмотрим надеваю шортики и шортики для нее просто гигантские они очень широкие в талии просто огромные но давайте примерим курточку как на ей будет смотреться курточка конечно не могу сказать что это полноценный аутфит потому что прозрачная курточка которая нужно надеть сверху чего-то и вот так выглядит барби в нашей курточке вообще аутфит симпатичный и мне сама курточка очень нравится шортики для нее большие и я вообще не очень понимаю на кого они подойдут возможно на пухленькую барби потому что пояс у шортиков очень широкий и давайте примерим на других кукол и посмотрим что получится давайте начнем с пухленькой барби потому что ей наверное подойдут эти шортики и для пухленькой барби эти шортики подходят идеально сзади все хорошо застегнулась они ей небольшие и выглядит очень аппетитно и и ляшечки еще мне очень нравится фигура у пухленьки барби такие прям аппетитные попробуем надеть курточку пальцы пальцы и курточкой тоже отлично подошла вообще захотелось посмотреть повнимательнее может быть это набор как раз для пухленьки барби но я не вижу ничего подобного ничего такого не написано на коробке нет никаких опознавательных знаков что это аутфит для пухленьких барби потому что я смотрю вот на эту юбку и скорее всего она тоже подойдет только вот этой даме в общем-то шортики примерять на остальных кукол не имеет смысла но давайте примерим курточку на всех остальных посмотрим как это будет выглядеть вообще очень здорово что для пухленьких барби есть свои фэшн пэки это очень здорово потому что надеть что-то на них бывает сложновато но хотелось бы чтобы все-таки как-то обозначались эти фэшн пэки что они для определенного типа тела потому что когда вы заказываете по интернету определить это по картинке вообще невозможно наверное когда вы смотрите в магазине еще понятно но вот по картинке в интернет-магазине непонятно вообще до курточка отлично всем подходит она очень красиво мне так нравится как это выглядит все суперская курточка она такого красивого цвета прозрачный пластик прозрачная клеенка очень здорово вот такой курточка на куколах мэй туф отлично все сгибается кстати говоря можно согнуть ручки ничего нигде не мешает и примерим на куколку и т.к. то есть на линейку фэшн роялти им возможно будет коротковато в рукавах потому что ручки у интегрити то есть все таки по длине чем у барби ну давайте проверим адель у нас сегодня в роли модели на самом деле чаще всего беру адель потому что все куклы у меня на полке стоят в своих родных аутфитах интегрити то есть я имею ввиду и у адель этой одежды меньше всего потому что всех остальных интегрити то есть сложные платья какие-то много всяких аксессуаров куча всего садель в этом плане попроще ее меньше снимать а иногда и вовсе не нужно снимать потому что на белье поэтому обычно она за всех отдувается да здесь ставчики и коротковаты но можно сделать либо вид что так и должно быть либо при собрать их рукавчики до локтей и как будто бы она просто тянула рукава и так и должно быть но в целом как выглядит эта курточка мне очень нравится и давайте посмотрим второй фэшн пэк и начнем тоже с барби паукляшки потому что в общем то давайте признаем для нее он предназначается вот такой второй аутфит здесь юбка и майка снимаем все это с подложки и здесь еще есть аксессуары это поясная сумка из такой желтого прозрачного пластика и беленькие часики они без какой-либо раскраски просто белые молдированные часики ну что дорогая начнем с тебя давайте начнем с юбки юбка полностью расстегивается она вся полностью на липучке просто прикладываем и застегиваем даже ничего продевать не нужно да это абсолютно точно сделано на этот тип тела потому что юбка ей подошла идеально она сшита прям по ее фигурке вообще забавная юбка эти рюшечки такие смешные довольно высокая с высокой талией и давайте сверху наденем кофточку посмотрим как это все выглядит кофточка тоже полностью вся расстегивается и здесь такие двойные рукава главное в них попасть и сзади застегиваем кофточка ну очень облегающая потому что застегивается с трудом но она и тоже идеально по размеру подходит вот так аутфит выглядит вместе на мой взгляд не очень сочетается юбка с кофточкой но по размеру все отлично подходит так что знаете что если вы ищете одежду для пухленьких барби то вот этот фэшн пэк из двух аутфитов он как раз для них наденем часики нет но все-таки наденем часики наденем часики надеть часики у меня не получается сгибаются порно не хотят но нет наделись вот так выглядит часики и сумочка вообще не понимаю конечно поясных вот этих сумок безудержную моду сейчас на эти сумки это не не мое ну ладно давайте наденем ой такие у тебя волосы тщательные ничего за ними не видно вот так надели сумочку и теперь наша красотка в полном аутфите давайте примерим кофточку на остальных кукол возможно она им подойдет потому что мерить юбку конечно же смысла даже нет она точно будет большой будет в талии болтаться поэтому даже раздевать не буду начнем с барби 90-х снимем ей маечку чтобы не искажалась картина кстати снять мачку довольно сложно потому что ленточки все-таки узкие съезжать она не сильно хочет но мы справились надеваем кофточку у барби 90 довольно пышная грудь поэтому застегивается на не не очень просто но мне кажется выглядит на ней лучше потому что такие рукавчики фонарики становятся но в целом выглядит мне кажется хорошо как вам и кофта определенно подходит скорее всего всем куклам но давайте посмотрим еще барби make to move и fashion royalty вообще на этих переодеваниях мы смотрим с вами не только подходят вещи разным куклам или нет но зависимости от того сколько нас я сняла и надела эту вещь можно понять как хорошо она сшита потому что некоторые вещи из этих фэшн пэков после третьего переодевания просто начинают разваливаться на части и такое часто бывает например с майками и вот так кофта выглядит на куклах make to move и тоже все отлично подошло шло время адель у адель тоже довольно пышная грудь примерно как у барби 90-х вообще куклам fashion royalty хорошо подходят фэшн пэки от silk stone потому что именно верхняя часть тела у них похожа но эта кофточка и тоже подошла и тоже выглядит вполне себе сейчас я хочу собрать из этого фэшн пэка один полный образ то есть надеть полностью второй аутфит с юбкой потому что юбка мне нравится больше чем в шорты наденем футболку и сверху я хочу надеть курточку вот эту розовую курточку она мне очень нравится и сделаем один полноценный сложный образ вот такая целом картину у нас получилось вообще фэшн пэк мне понравился мне порадовал и для меня было открытие что есть отдельные фэшн пэки для этого типа тела и конечно я рада что в моей коллекции появилась вот эта кукла и все для нее началось с радости переодеваний и впереди ждет еще три фэшн пэка которые тоже на нее нужно будет обязательно принять спасибо что вы смотрели это видео до конца и отличного вам настроения